Классическому кальвинизму противостояло не только армянианство. В основном мы говорим и знаем дискуссию между армянианами и богословием, богословием армянианства и богословием кальвинизма. Но на самом деле был еще один более тонкий даже противник у кальвинистского богословия. Это богословие испанских иезуитов, школы испанских иезуитов. Луис Малина, один из самых ярких представителей этой школы, почти одновременно с Армянием, может быть немножко раньше, он выступил богословски против фактических взглядов кальвина. Хотя реально, если посмотреть на историю, как писал Луис Малина, почему он писал свои трактаты, и как он пришел к своим заключениям, то становится понятным, что он не воевал с кальвинизмом. Он не воевал даже с влиянием кальвинизма в католичестве. В католичестве тоже было очень сильное влияние кальвинизма и кальвинистских взглядов, августянских взглядов. Но в это время, которое жил Луис Малина, это вторая половина XVI века, это время практически одновременно с кальвином он жил. И в это время он развивал свое богословие совершенно самостоятельно, изучая только Фому Аквинского и занимаясь написанием трудов или комментариев на книги Фомы Аквинского. Но Якоб Арминий знал труды Луиса Малины. В библиотеке Якоба Арминия, которая осталась после его смерти, есть опись этой библиотеки, там значатся книги Луиса Малины. Он читал эти книги. И, конечно же, легко предположить, что эти книги оказали на него тоже очень серьезное богословское влияние. Луис Малина, Франциско Суарес – это та школа испанских богословов, которые начали так называемую вторую волну схоластики. Очень тонкая, очень изящная, очень интересная богословская система, которая была предложена вот этими испанскими иезуитами. Они перенесли акцент дискуссии с понятия предопределения на представлении понятия предвидения. Если Арминий дискутирует с двойным безусловным предопределением на библейском уровне, то испанская школа богословия переносит диспут в богословские сферы, на богословский, а не на библейский уровень. Хотя она тоже основывается на библии, безусловно. То есть испанская школа дала совершенно другой подход к представлению, как связать или дать ответ на вопрос, как связать свободу человека и божественные действия, суверенные божественные действия. Луис Малина начал писать толкование, такую конкордацию на знаменитейшие книги Фомы Аквинского, на его «Сумму теологии». И он, собственно, стал развивать свою теорию, которая нас интересует, исходя из толкования на 14 вопрос, на первую часть 14 вопроса «Суммы теологии» Фомы Аквинского. А вопрос у Фомы Аквинского звучит очень просто. Знает ли Бог то, чего нет? Понятно, что Бог знает все. Он знает то, что есть, он знает то, что будет, будущее, он знает то, что было, он знает прошлое. А вот знает ли Бог то, чего нет и никогда не было, и не будет никогда? Так ли далеко простирается его знание? Фома Аквинский не особенно развивает ответ на этот вопрос. Он говорит, что да, Бог знает то, что не существует и никогда не будет существовать. Но как бы на этом он останавливается. Луис Малина пошел дальше. Он начинает развивать мысли Фомы Аквинского о том, что Бог знает то, чего нет, и выделяет, собственно, три вида божественного знания о будущем. Бог знает будущее. Сегодня, правда, некоторые богословы сомневаются в этом. Появляется движение «Оупентеизм», которое иначе смотрит на будущее и как Бог знает будущее. Но в те времена, когда мы говорим о второй половине XVI века, в те времена, собственно, никто не сомневался, что Бог знает будущее. И Малина представляет три среза, как бы три формы божественного знания о будущем. Первая форма или первая часть – это так называемое естественное знание. Бог знает все то, что логически возможно. То есть он знает и то, что существует, осуществилось, и то, что даже не осуществляется, но логически возможно. Что здесь имеется в виду? Ну вот, скажем, дважды два – четыре. Мы знаем это. Мы знаем будущее. То есть дважды два – четыре. Мы знаем, что если, скажем, бросить камень, он падает на землю. Мы знаем будущее. Но это знание естественных законов. Бог установил эти законы. Ему не надо вмешиваться своим всезнанием для того, чтобы знать, что произойдет в результате действия этих законов. Все люди смертны. Это закон. И для этого не надо специального божественного вмешательства для того, чтобы знать это будущее. То есть это естественное знание. Второй вид знания – это то свободное или онтологическое знание, которое существует в Боге в отношении того, что точно совершилось или еще совершится. То есть событие. Ну, вот, например, земля и все дела на ней сгорят. Это событие, которое совершится. Хотим мы того или нет, но оно совершится. Бог знает об этом событии. Это не естественное событие, которое происходит просто в результате действия каких-то законов. А это то, что происходит в результате определенного плана Божьего и действий людей. То есть это свободное или онтологическое знание, предвидение, как мы говорим, или предопределение Божье. Знание Божье наперед событий, которые в будущем произойдут. Точно так Бог знает прошлые события и сегодняшние события. Это онтологическое знание. Здесь все просто и понятно до сегодняшнего, до этого момента. Но Луис Малинов вводит еще одно знание. Среднее знание Божье. То, с чего, собственно, начал Фома Аквински. Хотя это термин, среднее знание, на мой взгляд, неудачный термин. Это использовал его сам Малина, и с тех пор как-то он прижился и в богословии используется. Но, возможно, он не очень хорошо отражает богословские системы. Но, во всяком случае, Малина вводит понятие о третьем среднем знании. Это то, что Бог знает о каких-то событиях, людях, обстоятельствах, которые могут совершиться при определенных условиях, но не обязательно, что они совершились. И даже более того, они, вероятнее всего, никогда не совершатся. Но Бог знает, что бы произошло, если бы обстоятельства сложились так, что они совершились. Ну, что здесь имеется в виду? Что вводится еще возможность действия людей, которые участвуют наравне с Богом, в установлении каких-то обстоятельств. И Малина находит опоснование в Библии для того, чтобы подтвердить вот это свое среднее знание, которое он выводит. В частности, рассказ о том, как Бог предсказывает Давиду, что будет с ним, когда он находился в Кииле. Когда вы помните, наверное, эти события, они описаны в первой книге Царств, 23 главе, Давид находится в Кииле. Саул со своими войсками подступает к Киилю, и Давид спрашивает у Бога через Эфот, он спрашивает у Бога, приступит ли Давид к Киилю? Бог отвечает, да, приступит. Он дальше спрашивает, придадут ли меня жители Кииля в руки Саула? Бог говорит, да, придадут. Тогда Саул подступает, но Давид поднимается со своими войсками и уходит из Кииля. На самом деле, его не предали в руки Саула. То есть, вот это предсказание не исполнилось. Но если бы Давид остался в Кииле, его бы точно предали, Бог не ошибается. То есть, Бог знает то, чего не совершилось и никогда не совершится. Но он знает это. Ну, или другие библейские темы, библейские сюжеты. Например, Христос говорит, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Версаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись». И дальше, «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Это Евангелие Матфея, 11 глава, 21-23 стих. Здесь Христос рассказывает о событиях, которые никогда не случились. Он говорит, что Тир и Сидон могли бы покаяться, если бы там были явлены такие силы, которые он явил жителям, живущим в Хоразине. Но на самом деле Тир и Сидон никогда не покаялись. А что, Христос ошибался? Он точно предсказал, что было бы. Или Капернаум он обвиняет и говорит, что Содом покаялся бы. Содомляне бы покаялись, если бы там были явлены такие чудеса, которые явил Христос Капернауме. Этого никогда не произошло. Но оно могло бы произойти. И Христос подтверждает возможность. Малина пишет, «Однако это покаяние вместе с условиями, при которых оно могло осуществиться, в действительности не состоялось и никогда не состоится в природе вещей, а вместе с тем оно представляет собой будущее, условное событие, зависящее от свободной воли человека». То есть, Малина представляет, что библейские сюжеты, библейские тексты дают обоснование свободной воли человека, и Бог не заставляет человека всегда поступить так, как он хочет, но дает ему возможность выбора. Но учитывает эту возможность выбора так, чтобы в конце концов определилось, выполнилось то, что Бог положил в своей воле. И Малина для того, чтобы согласовать божественную волю и свободную человеческую волю и усилия, располагает вот эти три знания в определенной последовательности. Это очень важная часть богословия Малины. Он, во-первых, ставит естественное знание. В начале Бог знает все то, что естественным образом происходит без его вмешательства. Во-вторых, Он ставит среднее знание, второе знание. То есть, Бог знает наперед, что произойдет с каждым при определенных условиях. То есть, Он знает, например, что я мог бы не приехать сюда, к вам, и не читать здесь лекции, а сидеть дома и пить чай со своей женой. Он знает, как бы это происходило. Причем таких вариантов бесчисленное множество. Я мог бы пить чай, может быть, я мог бы пойти в магазин, может быть, я мог бы в этот момент делать что-то другое. У Бога есть знание обо всех этих возможных мирах, обо всех этих возможных условиях, которые есть у каждого человека. И причем это для 7 миллиардов людей, живущих сегодня. Представляете, какой наш Бог, который так может видеть бесчисленное количество миров для такого огромного количества людей. И Он вводит определенные обстоятельства в соответствии с тем решением, которое я приму. Он знает все возможные решения, и Он знает, какое решение я приму. И в соответствии с этим решением Он уже вводит дополнительные условия, дополнительные обстоятельства для того, чтобы я мог принимать следующее решение, потому что каждое мгновение я принимаю какое-то решение. Каждое мгновение появляется новый мир и бесчисленного количества миров, которые могли бы быть. Это так называемое контингальное состояние. И это представление основано как раз на среднем знании Божьем. И Луис Малина пишет, Бог безошибочно и предвечно предвидит, каким умонастроением будет руководствоваться данный человек при всех возможных комбинациях условий. И соответственно этому он уделяет каждому особый вид благодати, вполне достаточный для спасения этого человека. То есть он не заставляет человека принять благодать, а он предлагает, но при этом он знает наперед, примет человек благодать или не примет. Он знает и то, что совершится, и то, что не совершится. Это тоже его знания. Собственно, в рамках строгой католической доктрины кальвинизм или взгляды, близкие к кальвинизму, появились по неизбежности и появились, может быть, немножко позже. Уже в XVII веке во Франции возникает движение, которое называется янсинизм. Его основателем стал священник, позже богословий, епископ Корнилий Янсений, янсинизм. Он писал трактат по Августину. Вообще он был большой поклонник Августина, очень любил Августина, читал Августина. Августин по неизбежности приводит к мысли о предопределении. И читая Августина и написав трактат, который так и назывался Августин, он высказывает мысль, что человек не способен на чистую любовь к Богу, так как он находится в состоянии греховных желаний, и освободиться от этих пороков можно только милостью Божьей. То есть практически это такой же строгий кальвинизм, как и в случае самого Жанна Кальвина или Теодора Беза. Это движение янсинизм был тоже осужден католической церковью, против него боролись иезуиты, но он был достаточно влиятельным. Мы знаем, может быть, самого яркого представителя янсинизма, это Блес Паскаль, который критиковал католическую церковь, хотя никогда не вышел из нее. Он остался до конца жизни католиком. Малинизм фактически явил совершенно другую систему, которая старалась примирить доктрину предопределения с доктриной свободной человеческой воли. И сегодня в богословии малинизм набирает силу и становится все больше и больше популярным среди философов, среди богословов. Уильям Крейг, например, очень известный, очень серьезный богослов евангельский, называет малинизм одной из самых плодотворных теологических идей, ибо она может послужить объяснению не только о Божьих знании о будущем, но и божественного предвидения и предопределения. И фактически она может быть связующим звеном между армянинством и кальвинизмом, между католическим богословием и евангельским богословием. Официально армянинство было осуждено на Дормском соборе, но оно продолжало все-таки распространяться в Голландии, потом перешло в Англию, частично в Америку и стало основой для богословия анабаптизма, для веслянского богословия, для богословия общих баптистов, пятидесятников, ну и других позднепротестантских групп. А кальвинизм распространился особо в Америке, в Северной Америке, в Скандинавских и в других европейских странах. Так, собственно, развивалось женевское богословие.